Всем скол викинги, с вами Викинг Даниил и игра War and Order, военная игрушка, которую прямо сейчас по ссылке в описании ты можешь скачать, установить и найти меня в Королевстве 14.23. А в этом выпуске мы поговорим, как можно расширить территорию своего альянса за счет сжигания флагов, как можно защитить эту территорию так, чтобы не потерять элитные шахты и не отдать свои земли альянсу, который тебя атакует. Рано или поздно в каждом альянсе наступает тот момент, когда приходится воевать за территорию. Также вы знаете, что флагами эта территория расширяется. Расширение территории альянсов происходит путем установки флагов. То количество флагов, которые вы можете установить, вы заходите в технологии альянса, раздел «Другое» и пункт «Установка флагов» отвечает за то количество флагов, которые вы можете установить. В данном случае четвертый уровень у нас исследуется и эффект следующего уровня – это 40 флагов. То есть, если вы планируете расширение альянса, вам нужно изучать данную территорию, точнее данную технологию. Обязательно не забывайте, что технология альянса – это важная составляющая. Но дело в том, что так же, как и завоевывать новые территории, и когда все территории завоеваны, то становится вопрос. Вот, к примеру, элитный каменный карьер. Вот он принадлежит территории нашего альянса, да, вот Брода, и соседнего альянса АФО. Это альянс клана ФИФО, который является их ферм-альянсом. И они здесь копают. То есть, мы можем либо атаковать, либо послать разведку на данную шахту. Но как приятнее отобрать эту шахту у соседствующего альянса, а для этого нужно сжечь данный флаг. Также флаги могут поджигаться в качестве ультиматума или предупреждения. То есть, у такой войны две стороны. Либо вас начнут сжечь, либо вы первые решите атаковать. В любом случае, нужно быть готовым и знать множество деталей относительно этого вопроса. Давайте разбираться. Чем ближе вы к королевской пустоши и пятой зоне, тем раньше вас затронет вопрос войны за место под солнцем. Помимо войны непосредственно за территорию, флаги и здания чаще всего поджигаются в качестве ультиматума. При отстаивании интересов и даже принципов может быть полностью уничтоженный альянс. То есть, сжигаете полностью территорию, здания и альянса как такового нет. Поэтому война на флагах это такая особенность, которую я бы не откладывал в долгий ящик. Какие есть особенности в войне за флагом? Ну, во-первых, когда атакуют... Давайте разберем момент сначала, когда атакуют вас. То есть, когда атакуют флаг вашего альянса, то вы получаете некий красный фонарь, который говорит о том, что внимание атака. Так как сжигание альянса мероприятие не быстрое и обычно занимает несколько часов или даже дней, горящий красный фонарь во время атаки флагов и зданий очень нервирует. Ну, выводит некоторых вообще из равновесия. Ему можно, конечно, быстро привыкнуть, но есть риск пропустить атаку на свой собственный замок. И игра War and Order предполагает отключение таких уведомлений. Как это сделать? Зайдите в журнал битвы альянсов, нажмите шестеренку, и вы можете выключить уведомления на информацию о битвах, если нападают на флаг альянса, либо на здание альянса. То есть, если у вас идет непосредственно постоянная война, отключайте этот флаг, и все будет хорошо. Стоит сказать, что защита зданий и флагов альянса – это достаточно тяжелая задача. Начнем с того, что флаг – это не замок. Армии там нет, мечей над ним просто так не появится. То есть, для начала туда надо что-то завести, но есть нюанс. На флаге при разведке вы не сможете спрятать армию в поход. Туда также нельзя надеть туман войны, поэтому вам либо придется играть с открытыми картами, либо постоянно суетливо туда-сюда выбегать. В первую очередь, надо понимать, что защита флага и любого здания – это, по сути, не такая уж и оборона. То есть, если в обороне у вас все войска попадают в лазарет, то здесь вы как бы идете стенка на стенку, и на этом же принципе основана битва за корону. То есть, вы при обороне флагов теряете войска. Внимание! Не рассчитывайте на то, что ваша армия попадет в госпиталь. При битве за флаги и здания потери будут не только у нападающего, но и у тех, кто обороняется. Только у победившего будет чуть меньше, а у проигравшего чуть больше. Если хотите крепить, крепите по несколько человек, один тайм или заранее, как приманка, остальные на мечи. Ваши силы обязательно должны сильно превосходить силы соперника. Есть, конечно, такой небольшой лайфхак, то есть, ну, скажем, несколько палок в колеса для врага. То это так называемый креп зверями, то есть вы отправляете на креп исключительно зверя. То есть, можно расставить их по флагам и не выводить. Хороший дракон, либо феникс, как у меня, может убить в одиночку 300-700 солдат врага. Для горения флага требуется не менее 10 атак, то есть потери около 3000 воинов. На самом деле, гораздо проще, дешевле и спокойнее тупо тушить флаги. Тушение флагов. И у нас в Альянсе тоже часто сталкиваюсь с тем, что хочу забрать вот эту шахту, говорю, ребят, давайте атаковать. Все говорят, ну не все, а многие говорят, да это бесполезно, они все равно их потушат. Но тушение флагов есть некоторые нюансы. Во-первых, тушение флагов из зданий оплачивается очками Альянса. Как их копить, собирать, это уже раздел технологии Альянса. Тушить за очки Альянса может либо вождь, либо его зам, Р-4. Одно тушение флага или любого здания стоит 1000 очков Альянса. Если ваш Альянс состоит из 50 флагов, то на одно полное тушение у вас должно быть в запасе не менее 50 тысяч очков Альянса. Но атаковать их будет не по одному кругу. За трое суток войны может до шести полных кругов пройти. Помимо очков Альянса, тушить флаги, конечно, можно еще за кристаллы. Каждый флаг его тушения это где-то 200 алмазов. За алмазы могут тушить и простые участники, но для этого тоже есть условия. Участник должен находиться в Альянсе не менее суток. Тогда он только может потушить флаг. Как же тушить флаг? Нужно нажать на флаг Альянса. Как тушить его сейчас я расскажу. Нажимаете детали и здесь появляется кнопочка тушить флаг. Либо за алмазы, если вы просто участник и более суток состоите в Альянсе, либо уже за очки Альянса. Когда же оптимально тушить флаг? Для общего представления. Каждая нормальная атака боевым войском более 100 тысячи общей мощи поджигает здание на 1 час. Каждый час горения убавляет оборону здания на 120 очков. Каждый флаг имеет оборону 1200 очков. Ну а замок Альянса 3600. Получается, каждый флаг надо поджечь 10 раз. 10, ребят. Чтобы он смог полностью догореть, ему надо будет 10 часов. А замок Альянса 30 раз. Ну, до замка Альянса мы еще дойдем. То есть, вы должны атаковать флаг 10 раз. Поэтому, если ваш флаг загорелся, это не значит, что его нужно сразу тушить. Он может простоять еще 10 часов и напоследок вы его потушите. Запомните. Тушите, когда флаг останется фактически меньше 10%. Так вы выиграете 9 часов жизни своего флага, здания, ну, либо всего Альянса. Уменьшите число тушений. Если же вы потушите его сразу, то его также сразу могут снова поджечь еще на 10 часов. В итоге за 1 час вы можете тушить его бесконечное количество раз. Это лишние очки Альянса, лишние кристаллы и лишний затрат. Поэтому при грамотном подходе тушить флаги можно 2 раза в сутки. Не чаще. Контроль ситуации. Все здания и флаги, которые подожжены на полное количество часов, будут отражаться в специальном разделе. Альянс, здание Альянса, состояние здания. Альянс, здание Альянса, состояние здания. Вы видите, что никакие флаги у нас не горят. У наших соседей, на которых я покушаюсь, уже здесь соответствующие пункты обозначены. Оттуда вы можете следить, сколько процентов и к какому флагу осталось. По мере приближения к 10% его тушить. Если флаг, например, будет атакован всего 9 раз, то в этом списке он не появится. Будет считаться, что он потухнет и не будет уничтожен. Задумайтесь, это очень такой важный момент. Если вы досмотрели это видео до конца, поставьте лайк и я расскажу, как его использовать. Поэтому перед сном потушите все флаги из здания и списка, чтобы спокойно спать еще 9 часов. Затем проверьте все флаги по территории вручную. Вдруг там останется какой-то горящий флаг, который не попал в список. Если вы его пропустите, он, возможно, и потухнет уже через полчаса. Но врагу останется дожечь его всего пару недостающих часов. И утром вы рискуете потерять территорию. А эта ситуация знакома многим. Кстати, еще один небольшой момент. Если флаг потухнет, то его оборона будет восстанавливаться на 20 очков каждый час. И так пока не восстановится полностью. Ну или не будет подожжена снова вашими добрыми соседями. Вот и все коротко и понятно, что стоит знать о защите флагов, защите своих территорий Альянса и их обороне правильно и умно. С вами был Викинг Даниил. Ищите меня в Королевстве 14.23. При этом скачивайте игру Варен Ордер по ссылке в описании. И всем Сквол Викинги приятной игры.